Ни одно государство не может обойтись без сил, обеспечивающих порядок и законы в стране. В России это войска национальной гвардии. В марте этой структуре исполняется 6 лет. Росгвардия является самой молодой силовой структурой в нашей стране. Создали ее по указу президента в 2016 году. Ульяновские силовики провели торжественную встречу с участием губернатора Ульяновской области. Алексей Русских наградил выдающихся блюстителей правопорядка и защитников Родины. Свою особую благодарность выражаю тем вашим товарищам, которые в настоящий момент находятся на моем задании. Выполняя служебный долг. И, конечно, выражаю признательность вашим родным и близким, которые обеспечивают семейный блюд и тепло. Разделяя терметы ваших служб. Полковник полиции Ильгам Ефизов пришел в подразделение вне ведомственной охраны в 1999 году. Сначала он был электромонтером, а потом переквалифицировался в офицера. По словам Ильгама, ульяновцы охотно идут на службу в его структуру. Полковник Ефизов, как и его коллеги из СОБР и ОМОНа, придает большое значение дню рождения Росгвардии. Этот праздник является, так скажем, вехой нашей службы, соответственно, определенной. Соответственно, испытываем гордость за свою службу, за свою работу. Знаем, что мы нужны людям, соответственно, чувствуем, что люди нам за это благодарны. Основой для формирования Росгвардии стали внутренние войска МВД России, доказавшие свою эффективность и способность выполнять широкий спектр служебно-боевых задач. Виктория Черкова, Артем Куранов, Улправда ТВ.